Здравствуйте, мои дорогие! Доброе утро всем! С вами Евгения Саженцева, я психолог-практик, также богослов по образованию. Сегодня я хочу прокомментировать комментарии от хейтера, который прикрывается маской религиозности, цитирует Библию на канале. И, в принципе, я могла бы его просто заблокировать и не тратить свои силы на то, чтобы вести с ним диалог. Но я посчитала, что это будет показательно для всех, кто, так скажем, сомневается в том, что человек имеет какой дух? Дух Божий или всё-таки дух распри, ссор и гордыни? И на этом ярком примере можете сами посмотреть, как человек может быть, с одной стороны, религиозный, а с другой стороны, не уважать женщину и прикрываться, так скажем, какими-то цитатами. Всё началось с того, что он процитировал Библию апостолов, о том, что женщине непозволительно учить мужчину. На что я привела ему цитату Иоанна Златоуста, о том, что, конечно же, женщине нельзя проповедовать в храме самбона, но частным образом, тогда, когда это необходимо, женщина может проповедовать. И я проповедую свою истину, притом имея высшее образование на кафедре теологии. Не самбона, а частным образом в психологических консультациях. Это, во-первых. Плюсом ко всему в интернете. Тот, кто хочет, слушает. Тот, кто не хочет, не слушает. Но наш товарищ не успокоился. Он начал меня дальше оскорблять. Но опять же, заувалированно оскорблять. Снова цитируя Библию. И плюсом ко всему, переходя на ты, хотя мы с ним не друзья и не знакомы. Он сказал, что раз я посмела вообще что-то ему ответить, а не просто промолчала, следовательно, он будет и дальше писать здесь, цитировать Библию и, мол, разоблачать меня, так скажем. Плюсом ко всему, этот человек не признаёт святых отцов. И не признаёт толкования святых отцов. В этом заключается его сектанство, потому что он считает, что умнее всех, умнее святых отцов, и ему толкователи не нужны Библии. И плюсом ко всему, верит в астрологию, называя меня рыбой. Выговорит рыба, и я тоже в марте родился. Заувалированно, как бы делая нас единым целым чего-то одного общего. Только вот общего не религиозности, а какой-то астрологической тьмы. Так вот, мой дорогой, человек, который находится во тьме, уж точно не может учить других. И уж точно не может писать на моём канале какие-то проповеднические свои вещи, обличая автора, мол, автор говорит что-то не то. Тем самым человек просто сам себя обличает. Конечно, я его сразу не заблокировала, но сейчас я это сделаю. Потому что здесь на канале не будет никакой астрологии, и не будет неуважительного отношения друг к другу, тем более к женщинам. Когда к женщине пренебрежительно на «ты» обращаются, называют её не человеком, а рыбой. Даже несмотря на то, что я действительно родилась в марте, но астрология — это несовместимо с православием. И тем самым вот это сектанство, оно является собой самое главное, что, имея даже перед собой в руках Библию, человек пребывает во тьме, человек пребывает в гордыне, в неуважении к женщинам. В конечном итоге я, конечно же, в этом во всём разглядела МД. Наверное, вы знаете, что такое МД. И люди эти очень ярко всё-таки выходят на то, чтобы оскорблять, даже заувалированно. И в этом во всём нет никакого света божественной любви, нет никакой истины и правды. Потому что эти люди на самом деле не уважают других и цитируют Библию только для того, чтобы унижать других. Так что, мои дорогие, пожалуйста, берегите себя в том плане, что в вашу жизнь могут прийти и религиозные фанатики, которые не имеют ни уважения, ни любви. И здесь таких на канале не будет. Спасибо всем. Начинаем новый день. Заряжаемся, так сказать, трудовым духом, духом любви и света правды. И да, действительно, если у вас муж пребывает во тьме и живёт неблагочестиво, по слову Иоанна Златоуста, вы имеете право его поучать. И более того, будет вам за это награда в Царстве Небесном. Но я считаю, что если это всё бесплотно, и человек вас не слушает, и человек, допустим, очень сильно токсичен в том плане, что он слушает только себя, то в этом случае вам стоит лучше развестись, чем тратить свои силы и нервы на то, что вы будете его приводить к истине. Может так случиться, что вы потратите всю жизнь на то, чтобы такого человека приводить к вере и благочестию, а он никогда не изменится. Потому что человек, пребывающий в гордыне и считающий себя самым умным и самым лучшим, не будет никогда слушать других, и тем более святых отцов и женщин. Бегите от таких мужей и не тратьте своё время. Потому что, скорее всего, это психическое расстройство. Если вы что-то человеку говорите, а он вас совершенно не слышит, и он совершенно не выходит на диалог, и между вами стена. В здоровых отношениях есть точка диалога и компромисса. Вне здоровых отношений есть точка конфликта. Поэтому внимательно посмотрите на свои отношения. Если ваш муж настолько укоренился своей безграмотностью в вере и ушёл от Христа таким образом, что, пребывая в какой-то секте, внушает вам, что женщина не имеет никакого права голоса, что женщина — это вообще не человек, а какая-то рыба из астрологии, я считаю, что такой человек сидит во тьме и ещё вас за собой тянет во тьму. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова